Доброе утро! Сегодня вторник, 25 июля. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О запрете парковки, празднике следователей и итогах соревнований по велоспорту на шоссе расскажем прямо сейчас. Около 10 миллионов рублей федеральных средств планируют дополнительно направить на ремонт жилья в Новосибирской области. Заявку в государственную корпорацию фонда ЖКХ на предоставление финансовой поддержки для проведения капитального ремонта направило правительство региона. На эти деньги собираются отремонтировать 11 многоквартирных домов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров в Бердске, Новосибирске, Искитиме и рабочем поселке Краснообск. Федеральные средства планируют направить для возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Перенести начало учебного года на 1 октября. Такую инициативу озвучил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на парламентских слушаниях. По его мнению, это решит многие проблемы. Сентябрь считается бархатным сезоном на российских курортах. И отдыхающие часто сталкиваются с проблемой нехватки билетов. В итоге дети не успевают вернуться к началу занятий. И не только школьники, но и преподаватели. Правда, для переноса даты первого звонка нужно будет либо уплотнить школьную программу, либо позже уходить на каникулы. Кроме того, на слушаниях лидер фракции ЛДПР заявил о необходимости увеличить финансирование отраслевых вузов. В первую очередь это касается сельскохозяйственных университетов. Государственную поддержку, по мнению Жириновского, можно оказывать не только с помощью субсидий, но и выделять помещения, оборудование, все, что необходимо для получения качественного образования. Между тем, финансирование вузов, которые не относятся к Министерству образования, в прошлом году сократилось. С 15 августа на отчетной стороне улицы Пархоменко поставят знаки «Остановка запрещена» и работает эвакуатор. О принятии данных мер попросила администрация французской гимназии, которая находится напротив сквера Славы, ради безопасности школьников. Под действие этих законов попадает участок дороги в 35 метров, а также пешеходный переход и въезд на территорию гимназии. Ранее власти города запретили парковку на съезде с улицы Ипподромска и на безымянном проезде вдоль железной дороги. 25 июля уже третий год подряд в нашей стране отмечается День сотрудников органов следствия Российской Федерации. В профессиональный праздник особо отличившихся сотрудников МВД, ФСБ и ФСКН получают благодарности и поощрения от начальства. Именно в этот день, три столетия назад, Петр I учредил первый следственный орган в России. Ведомство было создано для борьбы со взяточничеством, казнократством и мошенничеством. Попытка оказалась весьма действенной. 11 из 23 сенаторов были привлечены к уголовной ответственности. Но после смерти Петра данная организация была устранена и до XIX века расследованием преступлений занимались сыскные приказы и земские суды. В середине XX века следственные подразделения появились практически при всех правоохранительных органах. Только в 2011 году организация вновь получила независимость. С тех пор Следственный комитет подчиняется напрямую президенту. Санаторий «Березка» отмечает юбилей. 55 лет в прошлом летний пионерский лагерь, сегодня круглогодичный оздоровительный центр, в котором проводятся разные социальные проекты. Санаторий принимает на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья, пострадавших в ДТП и от насилия и организует оздоровительные смены для детей младшего школьного возраста. Праздничные мероприятия запланированы на 55-й день лета. Торжественный концерт, высадка деревьев на аллее дружбы и шоу-программа, подготовленная вожатским отрядом и воспитанниками центра. Все это гости «Березки» смогут увидеть сегодня. И в дождь, и в ветер. Несмотря на плохую погоду, в эти выходные завершилось первенство Кемеровской области по велоспорту на шоссе. Сегодня в соревнованиях участвовали 96 спортсменов из разных городов. Сборная из Новосибирска и Бердска завоевала 27 медалей. Среди них 13 в индивидуальных гонках. Сразу три спортсменки добились максимально возможного результата. Мария Вершинина, Любовь Малервейн и Виктория Гришичко стали двукратными победительницами первенства Кемеровской области. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. В эфире новости ОТС. В студии Ксения Смотрова. О предстоящей жаре, совместном рейде ГИБДД и пожарных и профессиональном празднике сотрудников речной полиции расскажем прямо сейчас. В Новосибирск возвращается жара, а грозы и град не уходят. По прогнозу синоптиков на улице станет теплее, но дожди по-прежнему будут заливать область. До середины недели температура будет немного повышаться. К 27 июля столбик термометра может подняться до 31 градуса. Ночная температура тоже будет достаточно высокой. В среднем 18 градусов тепла. При этом в течение недели ожидаются ливни разной интенсивности. Также возможен град. Дожди не прекратятся им до конца недели. Перенести начало учебного года на 1 октября. Такую инициативу озвучил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на парламентских слушаниях. По его мнению, это решит многие проблемы. Сентябрь считается бархатным сезоном на российских курортах. И отдыхающие часто сталкиваются с проблемой нехватки билетов. В итоге дети не успевают вернуться к началу занятий. И не только школьники, но и преподаватели. Правда, для переноса даты первого звонка нужно будет либо уплотнить школьную программу, либо позже уходить на каникулы. Кроме того, на слушаниях лидер фракции ЛДПР заявил о необходимости увеличить финансирование отраслевых вузов. В первую очередь это касается сельскохозяйственных университетов. Государственную поддержку, по мнению Жириновского, можно оказывать не только с помощью субсидий, но и выделять помещения, оборудование, все, что необходимо для получения качественного образования. Между тем, финансирование вузов, которые не относятся к Министерству образования, в прошлом году сократилось. Спешат как на пожар, а вот тех, кто действительно едет бороться с огнем, не пропускают. В 10% случаев спасатели не успевают на вызов из-за автомобилистов, которые отказываются уступать дорогу машинам со спецсигналами. Чтобы выявить нарушителей, госинспекторы совместно с сотрудниками МЧС регулярно проводят операцию под кодовым названием «Маячок». В этот раз пригласили и нашу съемочную группу. Пожарная машина двигается впереди. За ней экипаж ГИБДД. Если спецавтомобиль не пропускают, госинспекторы сразу же останавливают нарушителя. По правилам, участники движения обязаны уступить дорогу авто с яркими маяками. На деле автовладельцы оставляют преимущество за собой. Ваш автомобиль стоит. Место, куда уйти вправо у вас предостаточно. Вы почему-то не уступаете. Хотя включена звуковая сигнализация. Все записано на камеру, поэтому отрицать вину бессмысленно. Теперь Сергею выпишут штраф 500 рублей. При этом сотрудники ГИБДД наказывают не всех. Понимают, уступить дорогу получается не всегда. Бывают спорные моменты, конечно, на поворотах, где водителям некуда уйти. Поэтому эти транспортные средства мы не останавливаем. А выбираем такие моменты, где явно видно и понятно и водителю, и нам понятно также, что водитель устремленно не уступает дорогу автомобилям со спецсигналами. Избежать наказания не удалось даже водителю моющего трактора. Асфальт не чистил, но и дорогу пожарной машине не уступал, пока госинспекторы не остановили. Почему не уступали? Ну, потому что мне правый ряд перестраиваться, там не все пропускают. В левом ряду что вы делаете вообще на тракторе? Александр за рулем пожарной техники уже 15 лет. Говорит, за это время видел всякое. И хотя в большинстве случаев автовладельцы уступают движению пожарным машинам, иногда пробираться сквозь забитые дороги приходится слишком долго. Когда вот час пик, водители сами уже нервные, и порой хочется, ну, понимаете, да, что им тоже хочется быстрее, наверное, тогда вот, именно когда напряжу на обстановку, на дорогу. В будущем Госдума планирует повысить штрафы за создание помех спецмашинам до 30 тысяч рублей. Неоднократным нарушителям заключение под стражу. Сейчас законопроект находится на рассмотрении. Елизавета Секретаренко, Борис Гладких, Новости ОТС. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники речной полиции. Царский указ о создании этого ведомства вышел еще в июне 1867 года. Сегодня речная полиция – это мобильные отряды инспекторов, которые ежедневно дежурят в акваториях водоемов. Главные задачи – борьба с нарушителями водного кодекса, обеспечение безопасности пассажирских и грузовых перевозок, выявление случаев контрабанды и экономических преступлений. Кроме того, пристальное внимание уделяют борьбе с браконьерами. О том, как сегодня работают сотрудники водной полиции, мои коллеги расскажут в вечернем выпуске новостей в 20.30. Не пропустите. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро. В эфире новости ОТС. О просроченных продуктах, субсидиях на авиабилеты и Кубке России по пляжному регби расскажем прямо сейчас. Количество субсидируемых маршрутов в Сибирском федеральном округе увеличат. Такую задачу поставил полпред Сергей Миняйло перед экспертной группой по развитию авиации. С января в округе выполнили уже почти тысячу таких рейсов. А всего перевозчики получат от государства 1,3 млрд. рублей до конца года. Благодаря субсидиям пассажиры получают возможность покупать билеты со скидкой. В первую очередь на северные маршруты. Например, пассажиропоток в Салихард вырос в десятки раз. Субсидированные перевозки и сибирские города сегодня осуществляют 12 авиакомпаний. В Новосибирской области не хватает мужчин. Новосибирск-Стат сообщил последние данные о численности и составе населения региона. Оказалось, что представительниц прекрасного пола больше на 190 тысяч. Это связано с тем, что женщины по статистике дольше живут. Что касается географических признаков, то в городах области проживает в 4 раза больше человек, чем в сельской местности. Кроме того, в деревнях выше средний возраст. Молодые уезжают работать и учиться в областной центр. Каждый четвертый житель региона – пенсионер. А вот число несовершеннолетних выросло по сравнению с прошлым годом. Перенести начало учебного года на 1 октября. Такую инициативу озвучил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на парламентских слушаниях. По его мнению, это решит многие проблемы. Сентябрь считается бархатным сезоном на российских курортах. И отдыхающие часто сталкиваются с проблемой нехватки билетов. В итоге дети не успевают вернуться к началу занятий. И не только школьники, но и преподаватели. Правда, для переноса даты первого звонка нужно будет либо уплотнить школьную программу, либо позже уходить на каникулы. Кроме того, на слушаниях лидер фракции ЛДПР заявил о необходимости увеличить финансирование отраслевых вузов. В первую очередь это касается сельскохозяйственных университетов. Государственную поддержку, по мнению Жириновского, можно оказывать не только с помощью субсидий, но и выделять помещения, оборудование, все, что необходимо для получения качественного образования. Между тем, финансирование вузов, которые не относятся к Министерству образования, в прошлом году сократилось. Несвежие дешевле. В Минсельхозе страны собираются разработать систему скидок для товаров с истекающим сроком годности. Ведомстве уверены, такие товары нужно предлагать покупателям по более низким ценам. Изменения планируют внести в закон о регулировании торговой деятельности. Пока же не ясно, какую дату можно считать близкой к окончанию срока годности продукта. При этом чиновники настаивают, что штрафы за наличие просрочки на магазинных полках должны вырасти. Сейчас за такие товары продавца могут оштрафовать на сумму до 10 тысяч рублей, а предпринимателя в два раза больше. Новую систему оплаты собираются испытать в троллейбусе номер 29 и Новосибирском метрополитене. При поездке с пересадкой нужно будет платить только один раз. Сквозной тариф опробуют по маршруту 29-го троллейбуса, который частично дублирует ленинскую линию метро. Таким образом, купив единый билет, можно будет совершать пересадки с одного вида транспорта на другой. Новая система поможет перевозчикам отследить потоки пассажиров и сформировать маршруты, а людям сэкономить время в пути. Сроки введения новой системы и стоимости одной поездки не называются. Сейчас нужно обеспечить транспорт современными бесконтактными терминалами для оплаты проезда. Пока такой способ оплаты есть в троллейбусах номер 2 и 3. В скором времени заплатить за проезд банковской карты станет возможно и в трамваях. Сегодня на двух больших ярмарках города стартуют акции для всех покупателей. Макароны, кедровые орешки, белые грибы и цветную капусту по снежным ценам можно будет приобрести на первой городской ярмарке на Большевистской. А на ярмарке на Петухово будут предоставляться скидки на макаронные изделия, гречневую крупу и пшеничную муку. Акция продлится до 29 июля. Бердская команда «Дружина» стала победителем этапа Кубка России по пляжному регби в финале, обыграв московское «Динамо». В этом сезоне команды встречались уже в третий раз и во всех трех матчах победа была на стороне бердчан. Так, в финальной встрече турнира, который проходил в Москве, «Дружина» с минимальным преимуществом взяла верх 7-6 и впервые в своей истории завоевала золото этапа Кубка России. Также в Москве прошел первый чемпионат Европы по пляжному регби. В составе сборной России выступали два представителя нашего региона – Павел Кривошеев и Валерий Хлудков. Россияне стали вторыми, уступив в финале сборной Италии. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Доброе утро. В эфире новости. В эфире новости ОТС в студии Ксения Смотрова. О техническом оснащении библиотек, фестивале цветного дыма и новых обитателях Новосибирского зоопарка расскажем прямо сейчас. Диспетчерские службы Новосибирской области оснастят по последнему слову техники. На покупку и установку оборудования из областного бюджета направили 34 миллиона рублей. Напомню, с 1 августа начинает работать единый номер 112, по которому можно сообщать информацию о любых чрезвычайных происшествиях. Оборудование для обслуживания населения получат диспетчеры городов Опи, Скитим, Барабинского, Карасукского, Коченевского, Колыванского и Татарского районов. Единые диспетчерские службы работают во всех муниципальных образованиях Новосибирской области. Всего на дежурствах 450 сотрудников. Более 30 библиотек Новосибирской области будут оснащены интернет-соединением до конца этого года. На эти нужды администрация области выделила около 600 тысяч рублей. Интернетом будут оснащены библиотеки в Сдвинском, Скитимском, Карасукском, Ордынском, Куйбышевском и других районах области. Всего планируется подключить 31 библиотеку в 11 районах к доступу во всемирную сеть. Современное техническое оснащение – важная составляющая в работе по модернизации библиотечного дела. Интернет-трафик также будет оплачиваться за счет средств местных бюджетов. Всего в Новосибирской области работают почти 900 библиотек. Перенести начало учебного года на 1 октября. Такую инициативу озвучил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский на парламентских слушаниях. По его мнению, это решит многие проблемы. Сентябрь считается бархатным сезоном на российских курортах. И отдыхающие часто сталкиваются с проблемой нехватки билетов. В итоге дети не успевают вернуться к началу занятий. И не только школьники, но и преподаватели. Правда, для переноса даты первого звонка нужно будет либо уплотнить школьную программу, либо позже уходить на каникулы. Кроме того, на слушаниях лидер фракции ЛДПР заявила необходимость увеличить финансирование отраслевых вузов. В первую очередь это касается сельскохозяйственных университетов. Государственную поддержку, по мнению Жириновского, можно оказывать не только с помощью субсидий, но и выделять помещения, оборудование, все, что необходимо для получения качественного образования. Между тем, финансирование вузов, которые не относятся к Министерству образования, в прошлом году сократилось. Жители города разукрасили небо. В нашем городе прошел сибирский фестиваль цветного дыма. Там можно было научиться жонглировать, увидеть танцы в воздухе и даже пожениться. Мои коллеги побывали на необычном празднике. В последние секунды перед началом свадьбы все почти как в ЗАГСе. Белая фото для невесты, стильная бабочка для жениха. И вот регистратор объявляет их мужем и женой. Конечно, официального штампа в паспорте не будет, но интерактивная площадка «Давай поженимся» и без того популярна у горожан. Приходят и молодежь, и пара постарше, давно состоящие в браке. Это проводится с целью пропаганды, действительно, регистрации, настоящей регистрации пар, чтобы люди задумывались над тем, не просто жить в гражданском браке, а идти в ЗАГС и реагировать свои отношения уже законно. Следующая площадка – показательные выступления танцевальных школ. Елена Солонуха занимается воздушными полотнами три года. И сегодня она на высоте во всех смыслах. Очень приятно выступать. Такие зрители отзывчивые, очень радостные. Несмотря на такую погоду, вот как дождь, очень тут солнечно и весело. А еще флейринг от барменов – это особое искусство приготовления коктейлей с помощью акробатических трюков. Плоса препятствий на роликах, мастер-классы по жонглированию. Мне очень нравится вообще в Центральном парке. Почти каждые выходные здесь проходят разные праздники. Детям очень интересно, взрослым очень интересно тоже. Ну а в финале праздника – разноцветная дымовая завеса. И все спешат сделать селфи на ярком фоне. Ксения Петренко, Екатерина Соболева, Константин Менин. Новости ОТС. В Новосибирском зоопарке пополнение 16 экзотических птиц привезли в Новосибирск из Австрии. Гималайские маналы, белые ушастые фазаны, фазаны трагопаны и фазаны Эдвардса прибыли в аэропорт Толмачева. Новые обитатели ушастые фазаны распространены в Китае. Своё название они получили из-за перьев, которые напоминают торчащие уши. Пока птицы находятся на карантине, потом их поселят в зоопарке. К этой минуте у меня все новости. С вами была Ксения Смотрова. Оставайтесь на нашем канале и увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...